В администрацию обращались вашего города за помощью? Ой, там вот такая папка. Ну, по-видимому, нужно возобновить всё-таки вот это решение. Там уже давно продали. Меня уже вынесли из этого санитарно-защитной зоны, уже разделили эти квартиры. А сноха получила, как бы, за своё, что она там, как бы, работает. А сын, ну, и не вписан туда, ничего. Надо зрителям пояснить, что есть трёхкомнатная квартира, в которой живут ваши внучки, да, расскажите об этом. И она вам не принадлежит, но вы на неё претендуете, правильно? Претендует как бы компенсировать. Или как бы... Они наследники этой квартиры. А я тоже наследница должна быть сына квартиры. Но почему-то меня это самое... Мы лишили этого. Почему? Любовь Мессимовна планировала так, что раз она с трёхкомнатной квартирой ничего не имеет, да, тогда внучки бы не касались бы этой однокомнатной квартиры. И всё было бы хорошо, всё было бы нормально. Ну, а видите, они подали тоже на суд на дуру. Тогда у меня вопрос есть. А трёхкомнатная квартира, которая принадлежит семье сына, она приватизирована? Кто собственником является? Приватизирована трёхкомнатная квартира. А было это в программе ветхого жилья. То там доли сына нет. И, соответственно, претендовать на наследство не на что. В трёхкомнатной квартире? Ну, там на него написано, что предоставят квартиру Хайру вот там его семье. Он главный там должен быть, в этой квартире. Значит, если это было по найму, если собственности там нет, то там нет и наследства. По наследству переходит только то, что принадлежит умершему. Собственность, муниципальное имущество, чужое имущество, оно в состав наследства войти не может. Когда нотариус вам оформлял свидетельство о праве наследства, кроме однокомнатной квартиры, ничего не было в составе наследства? Спрашиваю я. Не было ничего в составе наследства? Ну, только однокомнатное. Только однокомнатное. Значит, в трёхкомнатной не было ничего у сына, чтобы получить вам свидетельство на это. И если бы было... Я же не знала. Если бы наследство состояло из нескольких объектов, то тогда раздел наследственного имущества мог идти другим путём. И тогда у ваших внучек было бы преимущественное право оставить долю в трёхкомнатной квартире, потому что они там проживали и пользовались. И, соответственно, у вас бы компенсации была больше за счёт того, что другое наследственное имущество в составе есть. Но если только однокомнатная квартира, у вас абсолютно одинаковые права, одинаковые обязанности, и, соответственно, вы можете только конфликт решить, распорядиться этим имуществом по согласию. А если бы Любовь Моисеева жила в этой однокомнатной квартире, что тогда? При разделе наследственного имущества у неё было бы преимущество, которое предусмотрено в третьей части гражданского кодекса в течение трёх лет со дня смерти. Преимущественное право при разделе имущества у тех наследников, которые совместно проживают в жилом помещении с наследодателем, и, соответственно, у них это право при разделе есть. То есть я правильно понимаю, суд бы принял, возможно, её сторону? Да, суд бы принял бы решение-то, если бы она в состоянии была выплатить им компенсацию. Ведь другие наследники что-то должны получить. Если получить нечего, то решение суда было бы в одной трети. Правильно я понимаю? Конечно. Спасибо. На трёхкомнатную у меня даже судья сказал, вы кому стараетесь? Снохея ли себе? Получила сноха. А я откуда знала, что она такую аферу сделает, а? Бабушка помогала с оформлением документов, а так получилось, что квартира... Ну, вот я без квартиры. И сын никакой отношения. Когда за мой дом получили квартиру, я клопотала пять лет. Наследство от бабушки с сыном. А, бабушки с сыном. И я никто. Вот входит, я откуда знала. Я тоже думаю, раз они наследство сюда, я пойду тоже к вашу квартиру. Они с сыном договорились. И если вы, это самое, меня кинули, да, то оставьте меня в покое тогда. Это однокомнатное. И не трогайте меня. Зловесно был договор. А они это, не это самое. А изначально вот эта однокомнатная квартира кому принадлежала? Как она вашему сыну досталась? Она... По наследству. От кого? От бабушки. Бабушка это кто? Это свекровь ее. Любовь моей семьи, это свекровь. Понятно. Да, они были зарегистрированы тогда еще. В 2008 году они получили. А в 2000 году они разошлись. И вот она все сделала на себя. А получилось, он никто, и звать его никак. Все понятно. Давайте еще раз конкретнее, да, что сейчас делать. Может быть, куда-то обратиться или опять с очередным заявлением в суд, чтобы Любовь Моисеевна уже для себя какие-то выводы сделала. И мы перейдем к следующей ситуации. Ну, в данном вопросе вам в любом случае нужно обратиться в отдел жилья при администрации города Киселевска. В отдел жилья. При администрации города Киселевска. И обратиться все-таки к решению вашего жилищного вопроса по программе сноса ветхого жилья. Понятно? Это в администрации все, да? Это в администрации, да. И нужно будет у вас, я так думаю, что наверняка, коль такой длительный судебный процесс, наверняка есть все документы изначально, как бы вот собранные. И то, что вот по шахте Киселевская и так далее. То есть у вас все это есть. Поэтому вам нужно обязательно обратиться туда. Ходил, ходил. Соколов был, там все были. Ну, вам еще раз нужно будет обратиться в любом случае. Да, понятно, что нужен хороший юрист, и все это понятно. Но я думаю, что если вы свое право не использовали вот при сносе этого ветхого жилья, то вам в любом случае решат вопрос положительно. Ну, что касается однокомнатной квартиры, я бы, конечно, на вашем месте предложил бы вашим внучкам выкупить вашу долю. Потому что вам от этой доли все равно проку никакого. Вот из них девочки... То есть Данил предлагает все-таки взять деньги у внучек и не мучиться с этой однокомнатной квартирой? За свою долю, за одну треть вашей квартиры взять с них деньги. Выкупить свою долю, да? Предложить им выкупить вашу долю. Либо предложить им совместно продать втроем. Продать эту квартиру и поделить деньги на три части. Вас не устраивает сумма? Правильно? Ну, я не знаю, сколько сейчас они стоят квартиры. Я не знаю. Они продают. Ну, это нужно обратиться к оценщику прежде всего, что к независимым оценщикам, которые бы оценили, сколько сегодня на рынке стоит ваша квартира. И потом продать ее, тем более из разговора телефонного внучки, я понимаю, что они не против продать эту квартиру. Поэтому ее нужно продать, поделить деньги и вам забрать одну третью долю, вам причитающуюся. Татьяна, есть что дополнить? Согласна, абсолютно. И могу повторить, для того, чтобы избавиться от конфликта в семье, нужно сделать вот так, договориться, сделать ей. Квартирный вопрос испортил кузбассовцев. Любовь Моисеевна Зорина не может поделить квартиру с родными внучками. Девушки являются собственницами жилья наравне с бабушкой и предлагают ей выкупить их доли. Вот только где пенсионерке взять такие деньги? Анатолий Агафонов купил участок и оформил его на брата. Тот умер. Теперь с земли Анатолия выгоняет родная племянница. Мужчине с сыном-студентом некуда пойти. Все сбережения вложены теперь уже в чужой дом. А мы находимся в студии программы «Горячая линия». Обсуждаем тему «Чужая недвижимость». Если и вы с родственниками не можете поделить жилплощадь, звоните к нам на телефон «Горячая линия» 8 933 300 0300 и делитесь своими историями, обращайтесь с советами к нашим экспертам. А сейчас я хочу представить вам другого нашего героя, Анатолия Агафонова. Анатолий, скажите, где вы сейчас живете? Ну, я живу в своем доме, только на тысячах правых. Наталья Токмагашева, наш корреспондент, она видела все своими глазами. Да, Анатолий на самом деле поступил несколько недальновидно. Он купил участок земельный и оформил его на своего младшего брата. В итоге брат умер. И по праву наследования участок вместе с домом, получается, перешел к его дочери, то есть племяннице Анатолия. Ну, как сейчас живет Анатолий, давайте посмотрим в сюжете. Вот это кухня, ну, так как на данный момент это не кухня, ну, а я здесь живу. Планов на будущий дом было много, вот только неясно, воплотятся ли они в жизнь. Анатолий Агафонов мечтал устроить уютное гнездышко, где он и сын могли бы жить вместе. Пять лет назад нашел подходящий участок под строительство. Его хозяева, по словам Анатолия, не захотели хлопотать, написали доверенность на Агафонова. Дальше всеми операциями по купли-продаже занимался он. Я пришел к нотариусу, говорю, ой, к риэлтору, переоформить документы, она мне говорит, как ты можешь сам себе продаешь дом? Ты надо на кого-то на другого, потому что ты сам себе продать не можешь, не имеешь права. И тогда я вот... То есть как сам себе я не поняла? Ну, у меня была бумага, это доверенность на право купли-продажи от тех хозяев, на меня выписано. И сам себе я не могу его как бы продать. Землю Анатолий оформил на младшего брата. Разумеется, участок принадлежал родственнику только на бумаге. Анатолий же, заплатив бывшим хозяевам, спокойно принялся строить дом. Иделия закончилась внезапно, когда вдруг умер брат. Еще до смерти он предупреждал, могут возникнуть проблемы, лучше переписать участок на Анатолия. Но не успели. И по правонаследству земля вместе с домом перешла во владение племянницы Агафонова. Ее мать, бывшая жена брата Анатолия, получила доверенность от дочери и теперь судится с Анатолием. Требует, чтобы он покинул участок. Суд не смотрит на то, что я уложил деньги, что это я строил. Суд просто идет, закон такой, как понять, вообще вот, не свидетели, что люди-то есть, люди видели, вот эти соседи, эти. Ну, все вокруг, потому что все знают, не знают, они даже не видели брата моего. 9 января суд вынес решение выселить Агафонова с участка. Анатолий собирается подать апелляционную жалобу. Эта тяжба длится уже два года. Строительство дома остановилось. Сыну Анатолий снял квартиру, так как в доме толком не налажено ни отопление, ни электричество. А мальчик учится на очном отделении. Здесь он живет только летом. Если Агафоновых выселят, пойти им будет просто некуда. Все сбережения Анатолий вложил в чужой теперь дом. А если вы знаете, как помочь нашим героям, звоните, делитесь своим мнением. Телефон 8 933 300 0300. Анатолий, ну вот Любовь Моисеевна и понятно, да, уже бабушка, уже возраст. А как с вами-то такое получилось? Понимаете, это как бы, нам с братом делить нечего было. У нас отношения были очень прекрасные, нормальные. И никто его хранить не собирался. И очень быстро умер. Мы даже и не собирались. Просто все случилось так быстро, спонтанно. А давайте вернемся к тому моменту, когда вы решили взять эту землю себе, купить тот момент оформления документов. Что вам сказал риэлтор, что нужно сделать, куда обратиться? Риэлтор мне так и сказал, что сам себе ты как продашь, на кого-то оформляй дом. Ребенок вроде маленький еще тогда был, 14-й, и на брату. У меня ближе человека не было, и поэтому я на брату и оформляю. И как бы и проблем-то не было никаких. Но оформил на брату, на брату коры. Все равно наш. Все равно наш. А почему вот сейчас бывшая жена, она заняла вот именно такую позицию? В чем причина? Ну, учнял, аллочная женщина. Она такая, ну, приехала, посмотрела, узнала, что есть возможность. Все, и чисто ее, вот денежный вопрос, наверное. Но они не жили с братом, да? Они 15 лет разведены официально, все. И как бы и не общались толком. Да и дочка-то появилась только тогда, когда, ну, тот в последнее время появился. Буквально там, перед смертью за пару лет появилась дочка-то. Ее тоже не было видно-то. Ну, а сейчас есть какие-то документы, подтверждающие, что вы вложили в этот дом деньги? Да, конечно. Ваши все-таки, а не чей-то. Да, конечно, документы есть, есть на материалы, там, какие-то чеки, там, есть. Ну, документы надо смотреть, там, целая пачка. Уважаемые эксперты, давайте поможем разобраться Анатолию с этой ситуацией. Была ли какая-то другая возможность оформления документов на право собственности на землю? Или он сделал все правильно, все верно? Ну, если по работе риелтора могу сказать следующее, что недоработка немножко произошла в части той, что да, действительно, он не мог продать сам себе, он должен был сделать эту сделку с кем-то там из людей, кому он доверяет. Но в этом случае должны были разъяснить последствия, что коли вы оформляете землю, там, на своего брата, там, сестру, там, родителей, неважно на кого, кому вы доверяете, что в этом случае они становятся собственниками этой земли и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нужно было даже на тот момент, когда оформили вы землю на брата, так как не могли оформить там на кого-то другого, сделать еще одну сделку. Нужно было с брата переоформить на вас, и все, и могли бы получать разрешение, и строить, и не возникла бы вот эта ситуация, которая возникла сейчас. Как бы мы обговаривали этот вопрос? И да, да, конечно, да, сделаем, да. То есть вы откладывали на завтра, на завтра? То есть вот в одной сделке, вот в небольших временных рамках. Это можно сделать было в течение трех-четырех, максимум полугода. И сейчас бы не возникла этой проблемы. Конечно. Здесь я понимаю, все понимаю. Так, у нас есть звонок. Селезрители хотят поучаствовать в программе. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос или делитесь своим мнением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...